приветствую вас дамы и господа продолжаем знакомиться с проблемами новичков в игре world of tanks очень интересно я думаю и мне и вам знать как они там поживают какие у них беды и приключения когда они попадают в мир невероятной танковой аркады в прошлом видео мы уже узнали что для новичков игра настроена неправильно нужные функции не включены и как с этим новичкам справляться объяснений в игре не существует также на низких уровнях попасть в бой довольно сложно по причине долгого ожидания в районе двух минут конечно это время колеблется в зависимости от того в какое время суток вы играете ну и конечно же еще зависит от того на какой сервер вы зашли на некоторых серверах ракообразных поменьше а на некоторых побольше я вот допустим две минуты ждал вечером в пик онлайна на одном из самых оживленных серверов что там на остальных происходит сложно сказать в этом же видео мы с вами разберемся что ждет новичка если он пойдет дальше дальше смысле начнет прокачивать ветки и уровень его боев как и уровень его танка будет расти вверх на первом втором уровне вообще проблематично в бой попасть на третьем четвертом пятом будет долгое ожидание но на третьем четвертом пятом уровне бои более-менее приемлемые для новичков я тут долго подбирал формулировку да там есть придурашки которые по центру едут не пойми куда есть люди которые играют и это сложно назвать игрой стоят там стены нюхают не могут во врага пушку навести ну такие новички кстати куда-то пропали боты с низких уровней я такой новости от картохи не помню может я ее пропустил вроде бы для новичков на низких уровнях боты были но сейчас я их не вижу вообще если бы боты присутствовали бои бы собирались быстрее игроков было бы больше 15 на 15 если бота можно назвать игроками но без них все туговато но так или иначе с 3 по 5 уровень включительно игра более-менее для новичков сносная там практически нет артиллерии никакой никогда она в основном не напрягает вас вы катаете несколько карт которые по кругу повторяются они все простенькие легко и запомнить играть более-менее приятно насколько это вообще возможно в игре world of tanks и я рекомендую новичкам которые только впервые играют в эту замечательную игру задержаться на четвертом пятом уровне может быть даже на третьем ненадолго буквально там хотя бы первый перк выкачать там лампочку на обзор перк 2 перка на стабилизацию для новичков я посоветую качать ветку прожить то итальянские ст это в первую очередь самая простая приятная ветка на которой можно будет и поиграть в простой геймплей из кустика там поисполнять им плей пт и как на из тэшки покататься по карте урон понаносить и даже если вы ошиблись выстрелом у вас барабан который сам заряжается и вы сможете еще пострелять и не нужно думать когда там барабан перезаряжать орудия в основном с пробитием с точностью голдуя особо много стрелять не надо эта ветка подойдет и для новичков и для тренировки своего скилла и для новичка в самый раз сейчас я вам расскажу одну из самых крупных проблем для новичка с которыми он столкнется по мере прокачивания веток любых в начале понятно игра неправильно настроена обучение которые обучают не игре в world of tanks а делают из вас дурачка но потом когда вы начинаете ветки качать начиная с 6 уровня начинается основная движуха можно начинать уже лбз выполнять второго фронта можно участвовать в прохождении battle пасса боевого пропуска так называемого и в основном все плюхи в картошке начинают работать 6 левела и выше поэтому до 6 уровня мало людей там никто не играет ничего там ты не получаешь не проходишь там нечего делать там только есть начальные какие-то задания c для новичков которые ты в начале проходишь буквально за 10-20 боев и свободен поэтому этот этап быстро все пролетают и приезжают на 6 левел что их там ждет все педобиры здесь на шестом левеле ниже они уже особо спускаться не хотят изредка там заходят там на какие-нибудь льготные прям танчики 3 4 непонятных уровней чуть-чуть там поиграются и в принципе там выходят особо долго там они не играют уже как раньше а вот 6 левела сидят абсолютно все количество артиллерии в разы вырастает потому что тут и лбз тебе там для арты какие-то есть и онлайн выше и быстрее в бой ты попадаешь и есть люди которые специально создают аккаунты на арте посидеть на 6 уровне кнопку понажимать и боевой пропуск начинает проходиться и лбз все здесь задачи все с 6 левела все начинается и с этого уровня на новичка обрушивается просто поток картошки тех самых дурацких турбо боев все начинается уже отсюда неадекватные бои куча артиллерии какой-то хаос ничего не понятно та ламповость и приятность которая была хоть чуть-чуть хоть сколько то ее было на третьем четвертом пятом уровне на шестом она улетучивается полностью и новичок об этот шестой уровень будет спотыкаться очень жестко даже я сколько раз специально создавал аккаунт и пробовал как там себя чувствует новички всегда с 6 левела жестко сразу начинает гореть жопа поскольку там эти имбовые арты 6 левела которые их вроде понерфили но все как играли на ней постоянно не вылезая с нее так и играют я вам скажу так легче не стало стабильно арта каждым выстрелом сносит 3 хп буквально три попадания до свидания да казалось бы у арты 6 уровня маленький сплэш ей тяжело там попадать но я вот поиграл промаха в от арты практически там не было 99 процентов выстрелов залетают в тебя с уроном да может быть это мои ощущения как игрока который играет под артой наверное если истинную статистику посмотреть выстрел арты промаха гораздо больше но все равно их много попаданий и каждый из них очень весомый хп отлетает жестко причем и утяжей и не утяжей брони не ощущаются вообще и на мой взгляд это огромная проблема поскольку на низких уровнях долго ждешь и бои собираются не полные не 15 на 15 и там нечего выполнять там ничего не работает а с 6 левела там какой-то ужасное болото начинается на мой взгляд для новичков тоже что-то должно быть чем можно там позаниматься что-то повыполнять а так получается что нужно через силу остановиться на пятом уровне и покачать себе перк ничего не выполняя никакие не лбз не задание ничего да там лбз первого фронта с 4 уровня можно повыполнять но второй фронт начинается с 6 и боевой пропуск тоже да и масса акций то же самое с 6 левела также стало не видно людей которые выполняли там эти реферальные программы поскольку теперь в день можно выполнить только 100 очей в рефералке и нет людей которые просто там на низком уровне по кд жали в бой ехали по центру прямо таких я уже не вижу там вообще с одной стороны на низких уровнях стало спокойнее без этих придурашек а с другой стороны там вообще глухо теперь но зато спокойно в общем проблемы следующие нерфы арты 6 левела я не заметил до 6 уровня арту попрятали из веток прокачки в коллекционные танки и особо на них никто не играет на этих артах а вот 6 левела там уже понеслась и следующее то что для новичков особо нечего там выполнять намного меньше акции движух на уровнях до 5 можно повыполнять только задание для новичков получается и лбз первого фронта и больше ничего каждый раз прокачивая аккаунт и будучи новичком в игре world of tanks хочется как можно быстрее проскочить 6 левел поскольку это просто сущий ад и это продолжается уже много лет низкие уровни на мой взгляд стали приятнее до пятого левела а вот шестого левела улучшений никаких я не вижу такой же ужас как и был это уже второе видео в котором я делюсь своим мнением о том как живется новичкам в игре world of tanks буду рад если вы в комментариях напишите что вы об этом думаете и выскажите тоже свое мнение с вами был арчик рать красиво подписывайтесь ставьте лайки всем пока